Привет, с вами Скай, и мы живём в эпоху смен поколений. И касается это не только авиационных гигантов с их Иксами и Нео, но и остальных игроков, детища которых может и не весят по 300 тонн, но в своих нишах цветут и здравствуют. Наш сегодняшний герой появился практически вчера, и только начинает своё восхождение, но учитывая крепкую родословную и новые возможности, можно не сомневаться, успех ему практически гарантирован. Новое поколение Pilatus PC-12, представляю вам NGX. Конечно, чтобы понять, что из себя представляет новое поколение, нужно разобраться, что из себя представляли поколения предыдущие. Pilatus PC-12 — однодвигательный турбовинтовой самолёт, большая любовь авиаторов и гордость швейцарской Pilatus Aircraft. Появилась эта гордость ещё в начале 90-х и довольно быстро завоевала своё место под солнцем. Создавая самолёт, авиаторы сильно рисковали, но справились. В проекте PC-12 Pilatus удалось удержать баланс между простотой, неприхотливостью, комфортом и универсальностью. Однодвигательный турбопроб с обычной схемой планера. Прямое крыло, элероны и закрылки, предкрылков и спойлеров нет, большое Т-образное оперение и мощное трёхопорное шасси. С другой стороны, в качестве одного двигателя самые новые версии Pratt Whitney 5.6 — авионика, более привычная для бизнес-джетов и очень высокий уровень комфорта в салоне. И, конечно, главная особенность — здоровенная дверь в боку фюзеляжа, как у грузовых самолётов. Благодаря такому набору, PC-12 получил весьма широкий функционал — от мажористого представителя деловой авиации до авиатакси, санитарного самолёта и даже лёгкого летающего грузовика. Но без улучшений обойтись было нельзя. Pilatus разобрались со всеми детскими болезнями новейшей модели и нарастили взлётную массу — с 4100 до 4500 кг. Результата хватило лет на 10. Следующая волна модернизации пришла уже в 2006-м. Прошлись в основном по начинке — улучшение комфорта, освещение, автоматика. Самолёт получил новые винглеты и потяжелел до 4740 кг. В 2008-м ко всему уже сделанному прибавился ещё один, уже более серьёзный список улучшений. На место двигателя Pratt Whitney 56A67B пришла более эффективная версия 67P. Следом пошла кабина пилотов с новым пилотажным комплексом Hannibal Primus Apex с новейшей автоматикой и современными интерфейсами. Салон, конечно, должен был соответствовать. Интерьер, лучшие материалы и инструментарий комфорта. BMW Designworks свою работу сделали. Модификация получила индекс PC-1247E или, как её чаще называют, PC-12NG. Такой серьёзный шаг вперёд дал Пилатус преимущество перед конкурентами на целое десятилетие и позволил перенаправить ресурсы на перспективный проект PC-24 — их первый реактивный самолёт. Поколение NG окончательно утвердило лидерство PC-12 в нише однодвигательных турбовинтовых самолётов. Даже без масштабных модификаций он продолжал развиваться, получил улучшенный интерфейс и электронику, мультимедийку и, наконец, пятилопастный винт-хардзелл, улучшивший лётные характеристики. Сейчас PC-12NG стоит около 5 миллионов долларов, что весьма недёшево. Но всё равно пользуется большим спросом и, что особо любят подчёркивать в Пилатус, сохраняет высокую остаточную стоимость на вторичном рынке. На 2020 год самолётов модели PC-12 выпущено более 1700. Семнадцать сотен бортов, налетавших более семи миллионов часов — это уже не удача, а система. Казалось бы, победа. Расслабься, продавай машины и считай выручку. Но, как говорится, нет предела совершенству. С одной стороны, конкуренты не дремлют. Ну правда, было бы странно, если бы на вкусный пирог PC-12 не зарились другие самолёты. С другой — горячая фаза проектирования PC-24 завершилась — самолёт поднялся в воздух и приступил к сертификации. А значит, появилось много свободных инженеров с кучей наработок, которые можно было бы отлично пристроить на турбопроп. Уже в 2019 году на выставке NBA в Лас-Вегасе Pilatus представили не просто очередную модернизацию своего турбопропа, а полноценное новое поколение. Давайте разбираться, что такое PC-12 NGX и как ещё можно улучшить уже топовый самолёт в своём классе. Разбираться будем на практике. В одном из ангаров Внукова 3 нас ждут ребятки из Нестеров Aviation, Pilatus Aircraft и, конечно, сам самолёт. Даже забавно, после всех музейных легенд имеет дело с машиной, которой нет и полугода. Наш борт был собран в марте 2020-го. Начнём, вероятно, с самого главного — с технической точки зрения. Самое сложное улучшение в авиации, дающее право считать самолёт новым поколением — это, конечно, ремоторизация. В новом самолёте двигатель Pratt Whitney 56A67P уступил место представителю новой E-серией, двигателю Pt6E67XP, и он полон сюрпризов. Pratt Whitney сохранили общую компоновку силовой установки, но прилично переработали часть элементов, а также внедрили новые материалы, включая монокристаллические структуры лопаток турбин. Температурные энергетические режимы в движке стали немного жёстче. Параллельно пришлось серьёзно усилить систему охлаждения, но и тут свои бонусы. Часть отводимого от двигателя тепла теперь используется для подогрева топливной системы, так что у горючки больше не нужны присадки от оледенения. Полезно. Изменились и габариты. Новый двигатель немного короче предшественника, но шире, плюс потяжелел на пару десятков кило. Можно было бы сказать, что вот, красота подъехала, но двигателисты этим вовсе не ограничились. Pratt Whitney практически полностью переделали электронную начинку и управление. Силовая установка снизу доверху напичкана датчиками, а уровень автоматизации и его управления доведён до предела. Теперь тут двухканальная электронная система контроля винта и двигателя, полноценный FADEC. Давно пора. Компьютер берёт на себя не просто мониторинг сотни параметров, но и значительную часть работы, которую раньше должен был выполнять пилот. Многие процедуры на всех этапах полёта теперь производятся автоматически. Благодаря этим решениям, несмотря на то, что максимальная мощность сохранилась прежней, около 1200 л.с., работать с ними двигатель стал намного эффективнее. Как обещают авиаторы, на практике пилот будет получать на 10% больше мощности, чем он получал от двигателя серии 67P. К тому же у движка сократился расход топлива, а также подросли крутящий момент, приёмистость и надёжность. Межремонтный ресурс подскочил с 3500 до 5000 часов, а плановый с 300 до 600 часов. Мало того, сюда добрался… Интернет вещей? После каждого полёта система управления самостоятельно собирает данные по силовой установке и пересылает их в базу Протвитни. Так что компания может собирать статистику работы их движков и заблаговременно направлять операторам предупреждения инструкции, если с ними что-то не так. Улучшение лётных характеристик самолёта в общем можно представить так. Крейсерская скорость немного возросла и достигла 290 узлов, или 537 км в час. С учётом того, что максимальные взлётные массы остались на прежней отметке 4740 кг, лучшая приёмистость двигателя сократила разбег на 35 метров. Теперь это 758 метров с учётом подъёма на высоту 15 метров после взлёта. Пробег остался прежним – 661 метр. Тут особой необходимости в сокращениях нет. Максимальная дальность полёта составляет 3498 километров, а с нормальной нагрузкой и шестью пассажирами – 2903. Естественно, столь серьёзные изменения в управлении двигателем повлияли и на бортовое оборудование самолёта в целом. Пора нам перелезть в кабину пилотов. На первый взгляд всё привычно – стеклянная кабина, тёмное исполнение, четвёрка больших дисплеев, штурвалы. Раз уж мы и сюда пришли от двигателя, сразу можно посмотреть на панели управления силовой установкой, которая изрядно опустела. Итог прогресса электроники и появления автомата тяги. Из всего разнообразия ручек пилоту остался только одинокий рычаг управления мощностью. С остальным двигатель разбирается сам. Новая автоматика даёт ещё одну фишку, уже полезную не только для лётных характеристик и работы пилота, но и комфорта пассажиров. Есть тут одна кнопочка – Prop Low Speed. Когда самолёт поднимается в небо и выходит на крейсер, двигатель может быть выведен на более оптимальные режимы работы. Скорость вращения винта сбрасывается с 1700 до примерно 1550 оборотов в минуту, а шаг винта адаптируется, чтобы поддерживать нужную тягу. Двигатели винт в таком режиме работают тише, что не может не порадовать людей на борту. Отмечу, что PC-12 и раньше какой-то особенной шумностью не отличался, но теперь он стал ещё лучше. Ощущения внутри близки к салону обычного среднемагистрального самолёта. Ещё одна новая фишка – это ещё один экран. На месте многофункциональной кнопочной панели, расположенной в нижней части возле пьедестала, теперь красуется небольшой сенсорный интерфейс. Да, и сюда они пришли. Touchscreen Controller, или TSC, берёт на себя приличное количество задач, а благодаря интуитивности и адаптивности интерфейса остаётся довольно простым в работе. Тут стоит отметить, что он не заменяет с собой все фишки старых кабин. Интерфейс управления курсором на основных экранах никуда не делся. Помимо визуально заметных изменений, есть, конечно, огромное количество приборных и программных. Hannibal и Pilatus перенесли сюда множество функций из кабины PC-24, так что теперь приборка PC-12 NGX называется ACE, как у реактивного брата. Сюда пришли и синтетическое видение, и улучшенная навигация, обновлённые автопилоты, электронные помощники на взлётах и посадках, плюс несколько улучшенных систем безопасности. ТКС, аварийное снижение, плюс сигнализации и оповещение экипажа с автоматическим выводом нужных инструкций на дисплей. Кто-то сказал бы, что для одномоторного турбопропа это слишком жирно, набор больше бы подошёл какому-нибудь среднеклассовому бизнес-джету, но стоимость самолёта вроде бы пока не как у среднеклассовых бизнес-джетов. В общем же, пилотажный комплекс самолёта остаётся знакомым, так что переход экипажей с NG на NGX масштабных переучиваний не предполагает. Но это всё изменения внутренние. Их заметят инженеры, службы обслуживания, пилоты, но внешне-то что? Рематеризация? Обычно, когда речь заходит о ней, мы вспоминаем новые поколения гражданских авиалайнеров, типа A320neo или Boeing 777X, которые всем своим видом кричат «зацени мои огромные двиглищи!». Пилатус этим не хвастается, двигатели его находятся внутри носовой секции, а внешние атрибуты почти не поменялись. Авиационные гики довольны, давайте радовать обычных паксов. Итак, несмотря на то, что конструкция планера и применяемые в нём материалы остались преимущественно прежними, инженеры поиграли с иллюминаторами. Размеры выросли примерно на 10%. Теперь они аналогичны иллюминаторам реактивных PC24. Это большой плюс комфорта, обзор в полёте ширя, а естественная освещенность салона лучше. Полезли, наконец, в салон. Тут наследственность дизайнерских решений от PC24 становится уже очевидной. BMW Design Works перенесли сюда большинство бонусов с новой модели, включая связь, мультимедийку и элементы обеспечения комфорта. В первую очередь кресла. Они не те же, что на 24-х, но дизайн почти такой же. В отличие от классических пухленьких кресел, знакомых пассажирам PC12NG, эти выглядят более спортивными. Но не стоит пугаться, по комфорту они предшественников превосходят. Их спинки повыше, что лучше поддерживает спину и плечи. Они немного тоньше, а механизация более развита. Помимо уже привычных возможностей поворотов и смещений вокруг оси, они могут откидывать спинку до почти горизонтального положения. Спинки старых кресел откидывались только на 29 градусов. Поехали дальше. Несмотря на то, что сам фюзеляж, не считая иллюминаторов, остался прежним, за счет применения новых материалов отделки внутреннее пространство удалось оптимизировать. Общие габариты те же. 152 сантиметра в ширину, 147 в высоту, объем 9,34 кубометра. Но находиться здесь и общаться с инструментарием теперь удобнее. Самой серьезной переделке подвергся потолок. И сделано это было не только в угоду дизайну и пространству над головой, но и для расположения переделанной системы кондиционирования. Проблема старых моделей была в том, что единственный салонный воздуховод у них располагался в хвостовой части возле, собственно, блока кондиционирования. И это имело нюансы. Во-первых, неравномерная температура. Сзади могло быть холоднее, чем спереди. А во-вторых, в жару на земле при его запуске весь воздух подавался через этот канал, а это было шумно. В салоне NGX инженеры добавили к основному хвостовому каналу дополнительный. Он распределил подачу холодного воздуха через множество мелких воздуховодов на весь салон. Климат теперь равномерный и, что важнее, распределение потока сделало систему намного тише. Схемы и габариты остальных крупных элементов, передней пассажирской и большой грузовой двери, а также багажного отсека в хвосте сохранились. Туалет всё там же, где и должен быть у пилатусов, между кабиной пилотов и салоном. Всё знакомо и привычно, с материалами отделки, конечно, поработали, но если вы имели дело с ними раньше, то и тут особо разбираться не придётся. Набор конфигураций салона и умение их быстро менять остались на месте. Вариантов компоновок всё ещё много, от классических VIP-салонов на 6 мест, как в случае нашего самолёта, до плотных версий авиатакси на 9 кресел, а также грузопассажирских, с перетягиванием каната в пользу количества кресел или места для грузов. Плюс, учитывая, что самолёт может пилотироваться одним человеком, второе кресло в кабине также может быть занято пассажиром. И, конечно, санитарная авиация с носилками, местами для врачей и медицинским оборудованием. Популярная роль для PC-12. Такой вот получился наш сегодняшний герой. PC-12 NGX, наследник первых поколений, теперь должен доказать свою состоятельность и уровень, заданный предшественниками. Одними из лучших в мире однодвигательных турбовинтовых самолётов. Так что теперь, крылом к крылу с PC-24 ему предстоит завоевать небо и рынок. Вызов серьёзный, но и инструментарий весьма богатый. Будем наблюдать. А наше сегодняшнее приключение можно завершить. Спасибо ребятам из Нестеров Авиэйшн за доступ к самолёту и Пилатус Айркрафт за то, что они этот самолёт сделали. А вы, дорогие подписчики, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Шикарных вам полётов и мягких посадок! Субтитры подогнал «Симон»!